Калинео – латинское слово, дословно означающее искажение. Калинео – устройство для получения параллельных лучей света. В 1825 году английский физик Генри Кейтер открыл эффект плавающего коллиматора. Сделано было это изобретение исключительно в целях астрономических наблюдений. В 1900 году Говард Граб в городе Дублин в Ирландии изобрел первый коллиматорный прицел, и уже со второй половины 20 века они стали использоваться в оружии. Всем привет! Вы снова на канале Дэр Хантер. Друзья мои, сегодня мы с вами поговорим о коллиматорных прицелах. Мы с вами поговорим о том, для чего коллиматорные прицелы. Поговорим о преимуществах, о плюсах и минусах, об особенностях монтажа, об особенностях установки, об устройстве. Конечно же, о том, как выбрать коллиматорный прицел, и о том, как не ошибиться, делая выбор в сторону бюджетного коллиматора. При всей емкости нашего сегодняшнего ролика мы постараемся сделать его для вас удобным для восприятия и максимально компактным. Итак, для чего же нам все-таки нужен коллиматорный прицел? Коллиматорный прицел удобен при стрельбе на короткие дистанции, по быстро появляющейся и быстро движущейся цели. Основные преимущества коллиматорного прицела состоят в том, что мы имеем широкое поле зрения, мы способны быстро найти цель, и мы способны быстро навести оружие на эту цель. Соответственно, быстрее производим первый прицельный выстрел. Особенность коллиматорного прицела в том, что, например, при использовании механических прицельных приспособлений мы на оптической оси своим глазом совмещаем три предмета. Целик, мушку и, собственно, саму цель. Наш глаз человека при этом не способен одинаково в равной степени четко сфокусироваться на всех трех предметах. Поэтому, как правило, цель мы видим уже размыта. Коллиматорный прицел позволяет нам избежать этого, и мы фокусируемся только на двух предметах. На прицельной марке и на, собственно, мишени. Одной из особенностей коллиматорного прицела является то, что нам нет необходимости удерживать глаз на оптической оси. То есть мы можем смещать голову, глаз, но при этом будем четко видеть цель и точка прицельная марка, ну, у кого какая, да, будет всегда находиться на цели. Она смещаться не будет в зависимости от вашего движения головой. Особенностями коллиматорного прицела является то, что, как правило, он не имеет увеличения и производится с кратностью один. То есть что вижу, то и пою. За исключением, конечно, некоторых тактических версий, где кратность может увеличиваться до двух, до трех. И то, что коллиматорный прицел позволяет нам стрелять, не закрывая один глаз. То есть у нас остается при использовании коллиматорного прицела широкое поле зрения. Это его особенности. Ну и, наверное, даже где-то уже и плюсы. Если мы говорим о видах прицельных марок, на самом деле видов прицельных марок великое множество у коллиматоров. Это точка, это точка в окружности, это точка в окружности в крестике, это точка с полукрестиком, это крестик без точки, это полукрестик без точки. То есть на самом деле видов много. Но самая популярная прицельная марка – это, конечно же, просто «точка». Многие виды коллиматорных прицелов позволяют нам выбирать прицельную марку. То есть нажатием клавиши мы меняем и выбираем ту, какая нам больше нравится. есть модели коллиматорных прицелов которые позволяют нам менять цвет прицельной марки то есть как правило это зеленые или красные есть модели коллиматорных прицелов которые позволяют нам менять размер прицельной точки яркость так называемая до называем размер ярками меняем яркость но на самом деле мы включаем в действие дополнительные диодики и увеличивая яркость мы увеличиваем и проекцию светового пятна это удобно при стрельбе в яркий солнечный день хорошо видно точку на цели но соответственно увеличивается у нас прицельная марка в прицелах с нерегулируемой до яркостью прицельной марки как правило не выпускаются с двумя видами . это 2 муа и 4 муа мы должны помнить что 2 муа в проекте на 100 метров это световое пятно 6 сантиметров 4 муа это уже 12 и вот тут нельзя сказать что одни плохие другие хорошие одни дорогие другие дешевые нет на самом деле каждый коллиматорный прицел что с . 2 муа что с . 4 муа он просто для разных целей коллиматорные прицелы с . 4 муа как правило устанавливаются на гладкоствольное оружие где дистанция стрельбы дробью небольшая при дистанции стрельбы пули относительно небольшая и позволяет пользоваться в этой прицельной . 4 муа прицелы с . 2 муа больше наверное рассчитаны на уст для установки на нарезное оружие где стрельба предполагает максимально возможные до дистанции для коллиматора это 90 100 метров итак давайте с вами поговорим о видах и принципах работы коллиматорных прицелов как правило коллиматорный прицел имеет корпус линзу и механизм ведения поправок коллиматорный прицел открытого типа казалось бы что может быть проще корпус линза как я сказал механизм ведения поправок он имеет свои достоинства и недостатки его плюсы в том что при его использовании вы имеете широкое поле зрения он легкий он компактный минусы он плохо защищен от пыли от воздействия погодных условий осадков влаги грязи ну и есть еще один минус на нем не удобно вводить поправки и регулировки принцип действия открытого коллиматорного прицела заключается в том что свет от цели идет в глаз параллельным пучком при этом отраженный свет от обратной стороны линзы также идет в глаз и мы одновременно видим и цель и прицельную точку коллиматорный прицел закрытого типа принцип действия абсолютно тот же самый но с двух сторон прицела у нас установлены защитные стекла что делает этот прицел более защищенным от пыли влаги грязи и любых неблагоприятных погодных условий это плюс удобно вводить поправки механизм ведения поправок на закрытых коллиматорных прицелов как правильно крупнее массивнее и поправки вводить удобнее но тут же мы получаем в обратку и два недостатка это чуть-чуть да у нас увеличившийся вес прицелов ну и некоторым образом у нас сужается поле зрения одной из разновидностью коллиматорных прицелов является и голографический прицел его устройство несколько сложнее оно заключается в том что лазерный луч излучается на фотопластину и образуется голографическая проекция изображения минус его в том что он более массивные более тяжелый мы также получаем как минус более узкое поле зрения но есть один плюс общепринятое мнение о том что голографическая картинка голографическая проекция лучше воспринимается глазом человека комфортнее как в дневное время так и в темное время суток что лучше открытый или закрытый коллиматорный прицел как выбрать при выборе коллиматорного прицела я бы учитывал условия стрельбы либо условия охоты в которых вы наиболее часто будете оказываться с этим прицелом конечно же вес какой вы можете себе позволить и естественно бюджет закрытый коллиматорный прицел я бы посоветовал тем порекомендовал кто как правило у кого охоты проходит таких в агрессивных суровых условиях то есть в горах в тайге дождь вода снег роса то есть попадание что-то пыли грязи забивается открытый коллиматорный прицел используется естественно для лайтовых охот где вы идете по дорожке если вы поставили на гладкоствольное оружие хотя я противник установки коллиматорных прицелов на гладкоствольное оружие но это мое мнение не навязываю кому нравится ради бога ставьте и стреляйте охота прогулки по лесу по тропинкам на рябчика на вальч на тяге на стрельбище пострелять то есть если вы чувствуете что ну вот не охотитесь вы до в каких-то агрессивных условиях среды ну зачем вам таскать лишний вес то для тех конечно открытый прицел подойдет никаких проблем с ним не будет вариантов установки коллиматорного прицела на оружие на самом деле великое множество мы можем поставить на вивер на пикатине на ласточкин хвост через кольца на боковой крон на место штатных прицельных приспособлений не важно главное чтобы ваш прицел был установлен жестко мощно монолитно не допускал никаких шатов люфтов и болтаний не было одной из особенностей установки коллиматорного прицела является то что вы можете установить свой прицел на разном удалении от глаза и стрелять при этом вам будет все равно комфортно это достигается за счет того что прицельная марка образуется источником света а лучи идут параллельно при выборе коллиматорного прицела конечно мы учитывали такой важный параметр как его стоимость я считаю так что во всем что касается оружия в данном конкретном случае также должен соблюдаться баланс гармония то есть цена оружия и цена прицела должны соотноситься но я думаю так что на каком-нибудь блейзере будет нелепо смотреться китайский ноунейм да я уж думаю если вы нашли деньги на блейзер на достойный прицел вам придется деньги тоже найти но точно так же как и например на из 27 до из 43 будет кто-то поставит прицел сваровскому это тоже как-то на мой взгляд нелогично соблюдаем баланс гармонию цена оружия цена прицела цена боеприпаса как выбрать коллиматорный прицел и не ошибиться вот в этом вопросе я бы не хотел придерживаться каких-то конкретных брендов но видимо без этого не получится но попробуем первое при заказе либо покупке коллиматорного прицела вы должны первым-наперво спросить у продавца консультанта в магазине или в интернете неважно напишите спросите держит ли конкретно выбранная вами модель энергию отдачи того оружия на которые вы собрались ставить ставим на гладкий спрашиваем 12 калибр то держит или нет если вы ставите на нарезной соответственно уточняете по боеприпасу своего нарезного оружия друзья мои меня многие не любят за то что я критически очень часто высказываюсь в сторону китайских коллиматорных прицелов и вообще китайских прицелов в частности да действительно многие меня за это не любят критикуют что есть хороший прицел есть я не отрицаю все зависит от того какие у вас цели и задачи если ваша цель и задача это то чтобы просто не сбивалась прицельная точка до при выстреле это одно если мы говорим о каких-то других задачах это другое в последнее время многие именитые блогеры до снимают много очень роликов расхваливая китайские прицелы при этом объективно если я сейчас никого перечислять не буду люди зарабатывают деньги я не против ради бога но снимая ролик о прицелах я замечаю что они акцентируют внимание на его положительных моментов и умалчивают о каких-то отрицательных в комментариях я как и пользователь любой интернета пишу уважаемый вот господин человек товарищ вот ты рассказал то тут а вот то тут а не сказал почему вы не осветили вот этот момент это очень важно на что как правило мне приходит я понимаю да ну человек снимая ролик старается отработать те деньги которые ему были заплачены и это хорошо это неплохо он люди качественно это делают но умалчивают о некоторых моментах на мои вопросы но даже с какой-то иронии видны с улыбочкой отвечает что об этом мы снимем возможно в будущем отдельный ролик я считаю что все-таки покупая прицел на оружие вы должны ему доверять например я охотник от моего выстрела зависит реализация зачастую дорогостоящей лицензии но например если я пошел на охоту с лицензии на копытные до стоимостью там 50-70 тысяч рублей если я не попаду или сделаю подранка во-первых это ответственность перед коллективом до который охотится со мной да во вторых это ответственность перед звери мы же охотники мы неживодеры подранков делают очень нежелательно в общем момент такой спорный можно ли дешевым прицелом при использовании дешевого какого-то прицела ноунейм испортить охоту себе и людям кто-то считает это возможно кому-то да и так пойдет нет я человек не такой я считаю все таки что здесь нужно подходить более обдуманно если мы говорим о каких-то моделях да ну вот если бюджет на мой взгляд из отечественного более-менее тут белорусские белома да вот у меня прицел стоит пк-01 в коллиматор он конечно большой он тяжелый я его даже отношу к разряду не просто закрытых прицелов до к разряду таких силовых закрытых прицелов прицел показал себя он у меня много лет уже я не помню 7 8 до но прицел железобетонный стальной крон стальной корпус прицел у меня летал слаба за 7 метровый несколько раз вниз в рюкзаке все нормально работает ничего не сбивается никаких регулировок корректировок вот как пристрелял так он мне уже много лет и стреляет я ничего не кручу в нем не реклама вот чем сам пользовался пользовался прицелами вомс открытого типа нормально держит отдачу нормально держит отдачу из гладкого но если стрелять из гладкого магнум патроном с тяжелой пулей весом там 40 и более грамм то все-таки стп несколько смещается не сказать что она там улетает отрывает нет но с каждым выстрелом на миллиметр она смещается если мы говорим об импорте да ну дорогие наверное эутэч импоинт для военных наверное вортекс и доктор для охотников но это дороговато в условиях тем более санкций наших как альтернатива всему холосан на мой взгляд один из наиболее подходящих прицелов для охоты но все-таки именитая компания соединенных штатов хотя и производство насколько я знаю расположена в китае по личному опыту стрелял я до 95 метров полосу стрелял все нормально работает стрелял волка 75 метров все нормально работает как я уже сказал я не использую коллиматорные прицелы на гладкоствольном оружии не считаю это просто нужно на мой взгляд он мне лично он мешает стрелять кому-то нравится ради бога стреляйте многие еще раз повторюсь недолюбливают меня за критику установки на оружие охотничьи китайских ноунеймов ских коллиматорных прицелов но вы поймите одно дело на стрельбище если вы бахаете что-то там не так полетела да а другое дело на серьезной охоте поэтому я повторюсь мое мнение такое что прицел должен быть все-таки соответствовать возлагаемым на него задачам и требованиям если кто-то не согласен со мной либо владелец какого-то прицела либо там продавец да если вы нас смотрите ну пожалуйста присылайте нам свой коллиматорный прицел мы его хорошенько затестим без мазохизма до без бдсм мы постреляем мы поэксплуатируем и вынесем свое я бы сказал авторитетное взвешенное и аргументированное мнение и если прицел окажется нормальным даю зуб я этот прицел куплю себе что хотелось бы сказать завершение друзья мои спасибо вам за ваши добрые теплые слова поддержки в комментариях спасибо вам за ваши лайки это то чем вы можете отблагодарить нас за проделанную работу мы очень ценим ваше внимание спасибо что вы с нами те кто не подписан еще на наши ресурсы в яндекс дзене и в телеграме не забывайте переходите по ссылками в описании к этому ролику и верхнем закрепленном комментарии подписывайтесь это будут наши резервные каналы связи плюс там мы можем позволить себе немножко больше общения немножко больше обсуждения там мы позволим себе больше охоты вы можете выкладывать фотографии своего оружия фотографии со своих охот мы вас поддержим и обсудим любые волнующие нас моменты все друзья мои на этом будем заканчивать спасибо вам за ваше внимание спасибо что смотрели этот ролик увидимся на охоте или на стрельбище всем пока